Шум после 11 вечера, пьяные разборки и даже поножовщина. Ни порядка, ни покоя. Проблема питейных заведений знакома слабожанам не понаслышке. Вот одно из мест притяжения асоциальных элементов общества. К сожалению, не единственное в городе. Как правило, располагаются такие точки неподалёку от жилых домов. И местные жители не могут отстоять своё право на тишину. Надзорное ведомство жалобы от соседей принимают, но уверяют – оснований закрывать злачное заведение у них нет. Чтобы решить этот вопрос, не хватает полномочий и у местной власти. Несколько позиций в законодательстве не позволяют, во-первых, призвать к ответу тех, кто недобросовестно выполняет свою работу. А это выливается в то, что страдают жители города Слободского и от шума, и от других моментов. Поэтому прорабатывался вопрос, какие же могли бы быть внесены поправки в действующее законодательство, чтобы всё-таки цивилизован не стал процесс продажи и употребления алкогольной продукции. Насколько это возможно? В ситуации, когда законы морали идут в разрез с законами региональными, народные избранники решили обратиться к депутату Законодательного собрания Кировской области от Слободского округа Роману Титову. Участие в аналитике существующей нормативной базы и разработке проекта «Обращение» принял начальник управления администрации по профилактике правонарушений Алексей Крылов. Уже в рабочем порядке мы пообщались с Романом Альбертовичем, и он со своей стороны проработал с правовым управлением Законодательного собрания этот вопрос, представил справку, нам передал по вопросу возможности внесения в закон Кировской области, который устанавливает дополнительное ограничение времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Такой закон у нас существует, номер 600 ЗО. Как оказалось, и полномочий Законодательного собрания недостаточно, чтобы изменить ситуацию. Поправки надо вносить в Федеральный закон номер 171. Но теоретически это возможно в случае, если региональные депутаты выступят с законодательной инициативой в Федеральное законодательство, и законотворцы высшего уровня с ней согласятся. Было бы неплохо возложить ответственность за обеспечение охраны объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, при оказании услуг общественного питания и прилегающих к ним территорий на собственников данных объектов посредством заключения ими договоров с охранными организациями, имеющими соответствующую лицензию. Второй момент, который помог бы, мы считаем, упорядочить эту работу, и больше порядка было бы и ответственности, если бы закон был дополнил статьей о запрете розничной продажи алкогольной продукции на объектах общественного питания, расположенных в городских округах, а также в городах, при наличии в помещении не менее 8 столов и 32 посадочных мест, предназначенных для обслуживания потребителей. Эта норма уже была в законодательстве, но затем её исключили. Тем временем Кировская область занимает восьмое место в рейтинге наиболее пьющих регионов.